МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Серж Бондарчук, артист цирка, иллюзионист, продолжатель цирковой династии. Был главным режиссёром белорусского государственного цирка, создатель и руководитель цирка Шапито, Дзива. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это трудная работа. Здесь трудные люди. Половина из нас психи. С нами нормальный человек работать не будет. Человек, который придёт сюда, он может неадекватно сразу понять, что происходит. Потому что то количество работы, которое здесь есть у многих людей, оно без крепкого слова вообще не поддаётся, понимаете, как на стройке. Потому что то, что мы видим, это строится за день. Нужно владеть определёнными инженерными знаниями, чтобы вся эта конструкция стояла. И стояла при любых погодных условиях. Бывает шторма. Значит, надо срочно опускать купол. Есть человек, который отвечает за это. Этот человек родился в цирке. Родился просто и вырос. И он, знаете, выходит из вагона, так палец по ветру, как капитан. И он знает, что ему нужно делать в следующую секунду. И я спокойно могу спать. Сложнейшая штука. Простой неподготовленный человек, который не привык вот к этой пахоте ежесекундной, он быстро здесь, ну, сдулся и всё. Так как я уже хорошо знаю цирковую жизнь, немножко на меня эти размышления наводят такую депрессию лёгкую. Потому что всё это пахота, пахота, пахота. А в финале иногда такая немножко, как это сказать, пустота. Потому что люди отдают всю свою жизнь вот здесь. И может получиться так, что после этого они всё отдали, и у них ничего не осталось. Это цирковая жизнь. А спектакль и красота, наверное, нужно посмотреть. Прийти, посмотреть. И тогда будет понятно. Вот эта программа, которая сейчас идёт, она пройдёт порядка 200 спектаклей. Это ежедневно одно и то же. В принципе. Если ты профессионал, ты должен искать себе какие-то актёрские, может быть, человеческие качества, чтобы сделать каждый спектакль немножечко разным. Тогда не наступает вот это, как бы, ощущение обычной работы. Вообще я стою рано. Потому что здесь невозможно спать долго. С утра начинаются репетиции, всякие звуки, всякие движения, вопросы. Помимо того, что я артист, я же ещё и директор. Вот привезут утром морковку. Морковь, это морковь. Привезут сено. Убирать приедут навоз. Море разных других вопросов. Все идут ко мне. Нужно отметить накладные. Нужно открыть кассу и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому спать здесь никак не получается. Я это сравниваю с какой-то литейкой. Понимаете, вот как говорят, что остыла печь, и всё. Металл там застыл, и всё пропало. Так, наверное, и с цирком. Он живёт 24 часа в сутки, и остановить его невозможно. Иначе будет плохо. Меня в цирке все знают. Мою семью в цирке все знают. Мы жизнь отдали этому искусству. И люди прекрасно понимают, что они работают не просто с каким-то никем, а с человеком, который знает цирк досконально. Это, наверное, такое некое цирковое братство. Есть люди, с которыми в цирке не хотели бы работать, но приходится. Тоже бывает такой вариант. Я считаю, что моим партнёрам в некоторой степени повезло. Потому что в другой ситуации я бы никогда этим не занимался. Потому что я уже имею возможность заниматься другими вещами. Но цирк – это принципиальный вопрос. Дело в том, что я всегда хотел всем показать, каким цирк должен быть. И у нас-то получается. А ввиду того, что я работал по всему миру, работы у меня хватает. Я думаю, что это самый ценный багаж, который может иметь человек. Я белорус, я родился в Беларуси. Я хочу, чтобы здесь был лучший цирк. И в определённый момент он стал лучшим в мире. У меня бесцознанные планы. Цирк вообще не может быть где-то в лучшем мире. Понимаете? Их может быть много, хороших. То есть хочется занять позицию одного из лучших. Мы сегодня больше знамениты. И у нас больше имени, чем мы на самом деле есть. Серьёзно. То есть мы себе такую репутацию создали, что люди иногда переоценивают наши возможности. Это здорово. Но цирк, он же меняется, понимаете? Цирк-дива есть, и цирка-дива нет. Завтра я отпущу всех артистов, и мы положим цирк на склад, и он перестанет существовать. Цирк-дива существует, когда существует команда сумасшедших людей, которые делают это чудо. Вот в этом весь прикол. И если где-то стоит какое-то здание цирка, на самом деле этого цирка не существует. Он существует пока, в нём живёт жизнь. Я не хотел этого делать. Просто сложилась так жизнь, что я бросил работу и решил зарабатывать деньги. Боялся, я и сейчас боюсь. То есть иногда у меня такие бывают, знаете, кризисы, когда я думаю, всё пропало, я больше не хочу этого. Потому что очень много трудностей, в которые упираешься, и иногда не можешь их решить. Ну, потом как-то учишься. Учишься всё время с чем-то бороться, с ветряными мельницами, понимаете? То есть за нами же есть море административных вопросов. У нас границы, временный ввоз, разрешение на работу, регистрация, визовые дела. Потому что в нашем цирке почти все иностранцы. И я стараюсь работать так, чтобы не было нареканий никаких, не было нарушений. Каждый нормальный человек работает для того, чтобы зарабатывать деньги. Я не вижу в этом ничего стыдного. И я и своему сыну говорю всегда, то есть по американской манере, по-западной, не будем говорить об Америке, по-западной, что вот если ты достигнешь чего-то, ты будешь зарабатывать много денег. Это нормально. Чего я жду? Я, наверное, жду все-таки мега проекта и немножечко большего экономического роста нашей публики. Чтобы они немножечко лучше стали жить. И я мог собирать, ну, огромные залы. А чем больше экономика в шоу-бизнесе, тем мощнее можно сделать шоу-программу. То есть все, что мы делаем, оно рассчитается математически. И мало того, что мы много приносим пользы не только зрителю в виде удовольствия и услуг. В том регионе, где у меня зарегистрирована фирма, в белорусском маленьком городе, все просто в полном восторге. От налоговых платежей, от того, что... У нас же офис существует. От того, что многим людям дана работа, они получают достойную зарплату, это меня радует. И мне хочется, чтобы это все немножко выросло. И нельзя останавливать. Один день, неделя, месяц простое, и все, что ты заработал, улетело в трубу. Потому что животных нужно кормить, артистов нужно кормить. Вот и мечта моя только набирать объем. Либо семье испортить жизнь, вот, и превратить их жизнь в такую паноптику. Либо им нужно быть готовыми, значит, папу отпустить на волю. Вот, приблизительно так. Самые шедевральные номера, самые лучшие, создаются на голодную желудок. Вообще, все искусство. И спорт. Я в этом убежден на 100%. То есть, человек, который имеет огромное желание вырваться, и он пашет с утра до ночи, а сытый, он не будет пахать. Им не к чему стремиться. Понимаете? То есть, человек, который идет на результат, он обязательно должен быть озадачен какой-то целью. Это потом, когда ты уже становишься мегапрофессионалом, ты можешь куда-то рваться все время. Неважно, ты сытый или голодный. А пока ты еще и юный артист, а в основном молодые творят, да, и ставят рекорды. Я всегда удивляюсь, допустим, когда я смотрю на спорты, там какой-то футболист получает миллион долларов в месяц. Я не понимаю, что стимулирует его так бегать. Понимаете? И так играть. Человек должен хотеть вырваться. Артист-цирк – это же национальность. Кстати, это очень важный момент. У нас нет национальности. У нас в программе вообще все представлены нацией. В любой. В этой, в другой. Я никогда не слышал в цирке выражения оскорбительное по отношению другой национальности. Ну, бывает, люди ругаются, там, личные какие-то. Но вообще, в общем, это один из примеров совместного проживания. Ну, знаете, я знаю хорошо просто это дело. Хотя меня не пугает заняться чем-то другим. Будет немножко скучно, потому что когда ты работаешь круглые сутки, а потом вдруг раз, ты просыпаешься утром и вроде не надо никуда бежать. Я знаю это ощущение. и становится скучно просто. Я боюсь вот этого ощущения, соскучиться. В том виде, в котором мы знаем с вами цирк, он не может существовать. Это уже театр, это уже шоу-бизнес. Цирк, он вот он, понимаете? Я вижу все, я все знаю про дрессуру, про то, как живут животные в цирке, как это происходит. Но поверьте мне, я люблю животных, но людям в цирке достается больше. Им хуже. Им тяжелее, у них больше работы, у них больше ответственности. из-за этих животных, из-за все, что происходит, и как смотрят за этими животными настоящие дрессировщики. Поймите, что как в жизни есть на улице люди разные, так и в цирке. Есть дрессировщики от Бога, которые, ну, не знаю, даже, наверное, разговаривают с животными, что ли. Меня иногда просто удивляет, поражает это отношение. Есть садисты, так как, среди всех людей. Этих людей никто не любит, этих людей все знают. Но есть какая-то цирковая, понимаете, этика. Иногда, работая в программе, я знаю всех этих дрессировщиков по именам, потому что я со всеми отработал. ты просто можешь с ним не разговаривать, не здороваться. Но подойти к нему, сделать замечание, что он дарил свое животное, в цирке не принято. Не принято. У нас вообще не принято давать советы. Особенно. От тех совет не примет никто, кто не достиг какого-то уже пика. Мы сидим с вами. Вроде бы зал, да? Стоит вроде бы опилочки. А цирка-то нет. Цирк начинается тогда, когда сюда выходят эти психи, которые жизнь отдали, которые переломаны, перешиты, понимаете, с искусственными ахиллами, со швами на ногах, выходят и прыгают с сальто. А я сзади говорю ему, ты что творишь? Он, блин, швы разошлись. Я забыл. Вот неделю назад. Говорит, ты же сказал, не будешь прыгать. Я забыл. Понимаете, здесь забываешь обо всем. Я иногда больной, простывший, в каком-то, может быть, даже депрессионном состоянии, я не выхожу в манеж. Через два часа я выхожу здоров. Это, ну, волшебство. Манеж лечит. Понимаете? Вот такие вот дела.